Не повторяйте этого дома, это очень опасно. Друзья, вечер добрый, с вами я, Даня, и добро пожаловать в сегодня тот самый необычный контент, о котором я говорил. Сегодня рубрика «Эксперименты». И сегодня с микроволновкой мы устраиваем полнейшую дичь, что мы делаем. Всем нам с самого детства говорят, что в микроволновку нельзя класть вилки, ножи, фольгу, закрытые бутылки, яйца и так далее. Сегодня мы проверим, что будет, если все это засунуть в микроволновку и что из этого получится. Там еще, кстати, вот этот есть, зайди сюда, скажи привет всем. Один день, скажи здрасте. Здрасте. Это Дима, он помогает сегодня, он будет руинить нам все. Смотри, что получится, будет весело в любом случае, познавательно и поехали. Пошли. Опять мы пошли, у нас весь ролик из того, как мы ходим, состоит. Ну и в головете возникает здравый вопрос, а как, собственно говоря, на этой площадке мы будем запитывать микроволновку? К помощи этого генератора мы запитаем микроволновку и устроим наш эксперимент. Да, это на самом деле не очень удобно. Это очень неудобно. Да не телепай его. А ты думаешь, мне легко вот так держать его? Я встаю в такую неудобную позицию. А ну попробуй, если перевернешь, он под углом просто стоит. Слишком много масла налили. Он же должен стоять вообще горизонтально, а не на ребре. Реально. Лучше больше, чем меньше, как говорится. Вот так мы его аккуратно вытираем здесь. Ой, я бензик занесу. Ты мне доверяешь? Да. Он сделал воронку, но воронка получила... Дима, Дима инженер, да? Интересно получается. Да, классик в образовании, чего хотите. Тот, кто заводит генератор каждый день, несудительно строго, у нас-то правда первый раз. Закрывай крышечку, да. Микроволновку дождь заливает. Пофигу. А дождь, он... Мы разложили кабель, генератор готов, генератор заправлен, масло залито. Скоро мы его будем запускать, но сейчас мы разберем микроволновку, для того, чтобы вам все было видно, как происходит процесс уничтожения яиц, гранат и всего остального. Дима, микроволновки жопа... Ой, говорю, отвертки жопа. Купишь новую, что? В чем проблема? Я вообще не понимаю, ребята. Не делайте этого дома. Апгрейд проведен успешно, дверей нет, можно начинать. Мы замыкаем контур. Давай эту штуку сюда. Без этой штуки, которую дал оператор, вообще никуда. Только так мы сможем замкнуть эту цепь. Она будет работать с открытой дверцей. Главное находиться на расстоянии. Как работают микроволны? Микроволны, грубо говоря, это возбудитель молекул. Молекулы трутся друг об друга и создают тепло. То есть благодаря этому греется пища. Ты понял? Теперь мы его дыркаем. Давай огнетушитель на готове. Ты его облил бензом, а я его заводить сейчас буду. Работает! Он не громко работает, он орать будет. А он, смотри, пытается уже. А может, топливо закончилось? Подожди, давай побулькаем. Нет, топливо есть. Ее убирать не нужно, это топливо подается, Дима. Дима водила. Как ты без топлива будешь? Как вам без топлива работать? Потому что уже была заслонка воздушную открыть. Мы ее закрыли, ждали, пока он прогреется. Дебилы! Ты теперь не заведешь. Что-то мы сделали с тобой неправильно, блядь. Мы сломали генератор. Давай тутор вбивай. Как починить генератор. Да он нам-то фиги понаговорил, что-то открыть, закрыть. Надо было просто открывать и не париться. Так, топливо есть. Вот, есть. Мы его не сломали. Ура! И теперь краткий обзор на то, что мы сегодня используем. Фольга алюминиевая. Вилка металлическая. Банка колы пластиковая. Мыло. Рабочий телефон светится. Засунем микроволновку, посмотрим, что с ним будет. Кола в стекле. Яйки. Чипсы. Лампочка энергосберегающая. Лампочка не энергосберегающая. Диск с учебной программой. Петьки. На этом список завершен. Переходим к действиям. Поехали. Образовательная программа. Диск. Самое интересное. Кому было интересно, что будет, если запихнуть диск в микроволновку. Сейчас мы это и узнаем. Сделали такой вот пьедестальчик небольшой, чтобы было все видно. А теперь диск в микроволновке. Запись идет. Поехали. Врубили. Пошла. Пошла жара. Генератор под нагрузкой. О, его прям слышно. Он прям по другому начинает работать. Да, он под нагрузкой пошел работать. Не знаю, что происходит с диском, но должна быть жара какая-то. Сейчас подольше, подольше оставим микроволновку и посмотрим, что будет. Микроволны до меня доходили и глушили сигнал. Посмотрите, что с диском случилось. К диску капец, можно сказать. Посмотрели, что будет с диском. Сейчас мы возьмем яйцо и посмотрим, что будет с яйцом в микроволновку. Не клади яйца в микроволновку. Сейчас мы узнаем почему. Но мы-то знаем почему. Создается избыточное давление и яйцо из-за этого лопается. Пар в яйце, оно чпоньк и все. Сейчас проверим. Ждем. Ждем, пока его не порвет. Не вырубим до последнего. Я надеюсь, что там камера не сгорит, которая снимает. Что случилось с яйцом? Бери его. Очень горячее. Оно не лопнуло, оно сварилось просто. Я не могу его долго держать, горячее. Сейчас его уронишь. Смотри, что случилось с яйцом. Оно лопнуло, оно сварилось. Смотри! Реально! Мы сварили яйцо в микроволновке. Говорят, в микроволновке нельзя. Я говорил, горячее. Чисти его. В смысле? Давай. Мусор держи, тогда ты. Покажи, что... Оно не получится. Поэтому... Ты, блядь, знал эту ебудую ловушку. Да. Прикол в том, что яйца не взрываются. Есть вероятность того, что большая часть волн, микроволн, рассредотачивается в атмосфере и яйцо не прогревается. Дима с удовольствием хотел поесть этих чипсов, но чипсы не для этого. Чипсы для того, чтобы засунуть их в микроволновую печь. А я пойду кинем. Прям даже звук такой аппетитный, потому что они пекутся прямо изнутри. Это интересно, интересно. Давай подождем. Упаковки однозначно жопа. Смотри, я сплющила. А типа сгорела упаковка, да, получается? Да, упаковка сгорела. А чипсы нормальные. А ну, открой, посмотри, что там. Нормальная тема. Погрели в полевых условиях. Следующим мы возьмем мыло для рук. Мыло по-любому даст результат. Минимально даст. Что-то с ним должно случиться. Пусть хотя бы... Что же будет с мылом? С ним ничего не происходит, по крайней мере, первые несколько секунд. Это не очень утешительный прогноз. Есть еще одно предложение. Будем греть равномерно. Располагаем мыло. Красиво сейчас будет, красиво. Мощности нам хватает. Генератор мощный. Проблемы с микроволновкой исключительно. Ее раздуло в трех местах. Ждем дальше, что будет. И похоже... Да, 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 оно раздувается. Смотри, видишь, нижняя часть. У тебя по мылу дает какой-то результат. Кому 14 лет, у кого подростковый период. Посмотрите. У мыла переходный возраст, смотри. О, это ни хрена себе сырник. Нормально. Давай теперь лампочку положим. Теперь мы равномерно разогреваем все. И можно засунуть в лампочку. Офигеть, как она светится. Она очень красивая. Это красота. Смотри. Сверхновая. Взрыв. Прикрываем глаза. Взрыв. Ну, я же говорю. Надо засунуть. Ух. А это я сломал, да? Посмотрим, посмотрим, что будет. Но, если ты хочешь продолжение, чтобы мы купили более мощную микроволновку, которая нафиг уничтожит эту бутылку, поставь лайк. Потому что мы потратились. Получается, но ты видишь, что получается. Ничего не происходит. На очередь телефон, который работает. Ставьте сим-карту. Укран светится. Посмотрим, что с ним будет. Он нагрелся. И он больше не работает. Возьми его. Батарейки трындец. Батарейки жопа. Она сгорела. Она воняет прямо. Она все. Батарейка сгорела. Следующая на очереди вилочка. Вилочка. Столовая вилочка. Прибор. Ням-ням. Вкусно. Запихиваем в микроволновку. Смотрим, как она будет искриться. Она-то по-любому должна нам хоть какой-то результат показать. Здесь проходит время. И ничего не происходит. Она просто вращается, ничего не происходит. Эта микроволновка слишком слабая. С вилочкой ничего не происходит. Потому что, судя по всему, да, микроволновка у нас слабоватая. Вилочка покрутилась. Идем за фольгой. Фольга в микроволновке. Посмотрим, что с ней получится. Но здесь результат должен быть более яркий, нежели чем с вилкой. Неужели результата не будет? Она должна искриться. Где искры? Эта микроволновка полная фуфло. Может гранату? Дай петарду закинем туда просто. Поставим дверь и петарду засунем. Она вообще просто... Вывод. Не берите дешевые микроволновки. Дешевые микроволновки вам не то, чтобы пищу разогреть. А это же фольгу... Или мы ее ушатали просто, может быть? Может быть мы ее ушатали? Возможно мы магнетрон спалили. Первое, на что должна была произойти реакция. Фольга должна была искриться. И повторяю. Не повторяйте этого дома. Это очень опасно. Как для микроволновки, так и для вас, так и для вашего здоровья. А уж тем более не включайте микроволновку открытую. Это может быть очень пагубно и опасно. Не повторяйте такого. Мы профессионалы, у которых не все получилось сегодня. Но зато сейчас будет красивый финал. Красивое завершение. Корсан восьмой в микроволновочку. Мы готовы тушить. Давай, Дмитрий. Тушим ее. Нахрена он ее за это говорит. Вот это черт. Ее разорвало. Красивое завершение. Это было круто. Бляха. Не нужно было ничего оттручивать. Все очень быстро снимается. Рассыпалась микроволновка. Теперь мы за собой убираем. Собираем и увозим. И сдаем это на переработку. И пенек мы тоже уберем, кстати. Который мы сюда прикатили. Все. Сейчас мы пока уберемся и попрощаемся с вами. Учебная граната страйкбольная. Специально здесь написано У. Это значит учебная граната. Она абсолютно безопасная. Смотри, смотри, что мы делаем. Вещь чеку. Дебил. Она у тебя в руках взорвалась? Нет. Смотри. Это кольцо от нее. На память. И хотелось бы подытожить происходящее. Мы в курсе о том, что микроволновка с открытой дверцей работает в половину слабей. В противном случае, если бы мы оставили дверцу, мы бы не видели, что происходит внутри. Потому как на улице день и ничего было бы не видно. На этом моменте наш ролик подходит к концу. Мы убрали площадку. Все чисто. Сейчас мы вам все покажем. И хочешь в следующую пятницу увидеть эксперимент с петардами? Тебе же понравился взрыв в микроволновке? Хочешь увидеть взрыв петард сейфа? Чего угодно пиши в комментариях. В следующую пятницу мы будем это взрывать. Можешь набросать много твоих идей. В общем, как вам ролик? Пиши в комментариях. Не забывай про подписку на канал. Обязательно. Комментарии как тебе? И в комментариях еще допиши, что можно повзрывать петардами. Кроме, конечно, сейфа, микроволновки, чайников и так далее. Бананов каких-нибудь. Мы это устроим. Петард у нас много. Граната, которая была на превышке. Мы ее взрывали. Ты ее увидел. Так что это не кликбейт. Смысл ее закидывать. Микроволновку не было. Микроволновка нас разочаровала. Надеюсь, ролик тебе понравился. Всем пока. До скорых встреч. Все чистенько. Мы все убрали. Ничего нет. Мы молодцы. Так и нужно. Сейчас мы зайдем на мусорку и выбросим весь мусор. Все. Спасибо. Пока.